Здравствуйте! Вот и вот и завершается короткая предпраздничная рабочая неделя. Впереди нас ждут три выходных, которые начнутся со всеми любимого праздника дня весны 8 марта и закончатся в воскресенье 10 марта масленичными гуляниями. Организаторы всевозможных праздников решили посвятить этот день женщинам и поэтому постарались угодить всем от маленьких девочек до бабушек. Мероприятий для женщин будет очень много и концерты, и шоу, и живые выступления. Стоит только следить за афишей. Но мужчинам не стоит расстраиваться, мы подобрали для них парочку интересных мероприятий. Например, оба выходных дня из субботы и воскресенья на стадионе «Спартак» будут проходить соревнования по конькобежному многоборью. Участников будет очень много, и организаторы подготовили отличный лед. Будет зрелищно. Приходите и посмотрите. Также можно отправиться в Хромцовский карьер, что находится в Фурмановском районе. Там будут соревнования по ралли-рейдам. Они начнутся в 9 утра. Регистрация участников с 8. Соревнования «Текстильный край» очень зрелищные, с виражами и, конечно же, экстремальные. Об остальных мероприятиях для женщин и не только расскажем поподробнее. В канун Международного женского дня обязательно нужно посмотреть первый сольный фильм в киновселенной Марвел про супергероиню. Он называется «Капитан Марвел». Дорогущий американский боевик расскажет историю девушки-пилота Кэрол Денверс, которая после столкновения с враждующими инопланетными расами становится неуязвимой. Качественная картинка, динамичный сюжет и зрелищные спецэффекты. Это понравится не только зрительницам, но и их спутникам. Я пришла не раздувать огонь, а погасить. Удивительный и манящий мир тропика в самом центре Иванова в наш город на месяц приехала интереснейшая выставка-зоопарк из Нижегородской области. 70 видов животных – питоны, обезьянки, ящерицы, попугаи, сухопутные и водоплавающие черепахи. И все ждут в гости. Животные чувствуют себя вполне нормально. Ветеринарный осмотр пройден. Все прививки, анализы сделаны. Ну, как-то, если так говорить о состоянии животных, то его можно увидеть, в принципе, на нашей экспозиции. Состояние животного удовлетворено. Некоторые представители фауны передвигаются по выставке вне вольеров. Мы вот ходим, смотрим. Очень нравится. Очень много животных. Разных. Можно даже всех потрогать. Узнали мы через интернет. Зашли, узнали. И решили посетить выставку. Для гостей выставки зоопарка работают опытные экскурсоводы, которые расскажут о каждом питомце и дадут познакомиться с холостатыми и пернатыми поближе. Возможно, также организация групповых экскурсий. В третий раз мы проводим Кубок Мара Города, Кубок Главы Города по спортивному штук, где когда 10 марта места закончились через два дня после открытия записи. У нас порядка 20 наших ивановских команд будет играть и где-то с десяток приезжих. В этом году география расширилась. Это Ярославль, Москва, Ковров, Владимир, Кострома и Гусь Хрустальный даже. То есть мы познакомимся со знатоками из других городов. Я считаю, что это очень круто. Повод приехать в Иваново, мне кажется, очень распрекрасный. В воскресенье завершаются праздничные мероприятия, посвященные Масленице. Блины можно будет поесть буквально в каждом городском парке. Не только в Иванове, но и в муниципалитетах. Выбирайте парк поближе к дому и отправляйтесь туда. А если хочется путешествий, отправляйтесь в Шую. Там будет очень интересная, насыщенная программа, которая начнется в 11 утра и закончится в 8 вечера. Будет и дискотека, и танцы, и много всего интересного, и конкурсы для детей и для взрослых. Конечно же, можно будет поесть блины и сжечь чучело Масленицы. Еще одно интересное мероприятие будет в Родниковском районе, также 10 марта. Там будут проходить мероприятия в честь Масленицы. И, конечно же, можно будет поучаствовать в спортивных состязаниях. Например, взобраться на так называемый масленичный столб. Кто сделает это быстрее всего, тот получит главный приз живого петуха. В Родниках умеют развлекаться. В областном центре 10 марта огнеборцы приглашают на мероприятие, также посвященное Масленице, и предлагают попробовать пожарно-спасательные блины. Чем они отличаются от обычных и какой у них рецепт, можно будет узнать прямо там. Приходите и пробуйте. О прекрасных дамах и для них в Доме художника открылась арт-выставка. В экспозиции представлено несколько десятков работ. Все они посвящены красоте человеческого тела или теме возрождения природы после зимы. Выставка традиционная, но от того не менее интересная. Понравится любителям как классического, так и современного искусства. Хотелось поднять настроение, такое какое-то сделать праздничное, поэтому отбор работы, естественно, был такой, что цветы, женщина, природа, что-то вдохновляющее, что-то одухотворяющее, настраивающее на праздник 8 марта. Нам очень радостно, что на сцену возвращается этот знаменитый спектакль Имра Кальмана «Сильва», поэтому его любят все поколения. А сегодня мы приглашаем еще раз на премьеру этого спектакля, который состоится у нас 9, 10 марта и 23 марта. Я думаю поспешить, потому что уже сегодня это вызывает большой интерес, особенно у любителей театра, особенно у любителей нашего жанра. Это абсолютно новый спектакль, я имею в виду и по сценографии, и по костюмам, и по хореографическому решению. Много и музыкальных неожиданных номеров, поэтому я думаю, что для всех это должно быть интересно. Ну а когда на сцене «Сильва» или «Морица» или «Летучая мышь», это всегда для любителей оперетты большой праздник. В субботу, 9 марта в областной филармонии состоится праздничный концерт в честь Международного женского дня. Приглашаются представительницы прекрасной половины человечества. Будет настоящий Венский бал и светская дискотека. Начало в 16.00. Еще одно интересное мероприятие будет проходить в выходные в Центре культуры и отдыха. С 9 по 11 марта там фестиваль танцотворения. Будут участвовать очень талантливые ребята, не только из Иваново и муниципалитетов, но и из соседних регионов. Можно будет прийти, посмотреть и поболеть за лучших участников. Вход свободный. В музее Бурылина 10 числа будет проходить мероприятие для детей. Оно называется «Копейка. Рубль бережет» и посвящено коллекционерам, которые собирают монеты. Спешите поучаствовать. Записаться можно заранее. Количество мест ограничено. Еще одно мероприятие для коллекционеров будет проходить в Центре культуры и творчества также в воскресенье. Можно будет посмотреть на живописные работы, на коллекции картинок, открыток и монет. Также побеседовать с коллекционерами. Начало в 11.00. Вот, пожалуй, и все, о чем мы хотели вам рассказать. С праздником! И проведите свои выходные насыщенно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова